За прошедшие пять лет в Подмосковье многое было сделано для развития здравоохранения. Построены новые объекты, отремонтированы поликлиники. Второй вызов – здравоохранение. Мы многое сделали, привели в порядок поликлиники, отремонтировали половину наших стационаров. Было достаточно сложно найти ресурсы, но о каком качестве здравоохранения можно говорить, когда порой с потолка сыпалась штукатурка. Мы поменяли облик, но теперь важно сконцентрироваться на содержании. Кто и как лечат, доступны ли лекарства, как организована медицинская помощь. Именно поэтому я поручил первому вице-губернатору лично курировать тему здравоохранения. Ильдар Нурлович, Вы отвечаете за результаты, естественно, с командой, естественно, с министром и большим сообществом. Для нас это стратегически важная тема. – Большое внимание было уделено губернаторам именно итогом за прошедшие пять лет. Допустим, по Раймскому району у нас было сделано многое. Мы открыли новый центр материнства и детства, который является, наверное, самым лучшим, по-моему, на Московской области. Мы открыли поликлинику на Крымской, которая является, опять-таки, тоже лучшим в Московской области. Мы провели большую часть капитальных ремонтов в наших объектах. И сейчас продолжаем их еще делать. Мы развиваем информационные услуги. Мы получили единую систему записей пациентов к нашим специалистам. Мы развиваем электронную карту. Соответственно, было сделано много что-то, так сразу прям и сложно сказать. – Что сейчас в ближайшей перспективе стоит ожидать жителям в плане изменений здравоохранения? – Как план на будущее, особенно на самые, так скажем, быстрые, был проект реализации «Добрая поликлиника». Соответственно, мы, как вы уже знаете, Раймский район уже знает, что наша поликлиника на Крымской, она участвовала в этом пилотном проекте, наряду с другими учреждениями Московской области. Все было семь. И теперь мы всю эту нашу, то, что мы смогли доработать по этой поликлинике, всю нашу информацию будем на все остальные учреждения Раймского района распространять. Работают сегодня 22 сосудистых центра и 2 онкорадиологических. Успешно действуют 5 современных центров материнства и детства, которые принимают сегодня семьи не только из Подмосковья, но и из Москвы и других соседних территорий. В целом, с 2013 года мы направили 35 миллиардов рублей из бюджета области строительства и капитальный ремонт. Медицинских центров, больниц, поликлиник. И дальше продолжаем это делать. Чистая вода, чистый воздух, чистая земля. За 5 лет в Московской области было закрыто несколько полигонов твердых бытовых отходов. А с 1 января 2019 года в регионе приступили к раздельному сбору мусора. Прежде всего, это чистая вода, воздух, возможность общения с природой. Мы провели достаточно масштабную работу по восстановлению подмосковных лесов и теперь должны создавать в лесных зонах условия для цивилизованного, комфортного отдыха наших жителей. Мы продолжим важный проект по очистке рек, которые протекают через крупнейшие города области. Таких, кстати, порядка 140. Но с недавних пор, говоря о экологии, мы в первую очередь подразумеваем проблемы решения с мусором. Для этого мы ввели новый экологический стандарт. Когда мусор не сваливается на окраине города, а разделяется на полезные фракции и возвращается в производство нужных человеку вещей. Большое внимание было уделено экологии. И на территории Раменского муниципального района делается очень много для поддержания хороших условий для жизни жителей нашего города. Это и традиционные акции «Посади лес», это и мероприятия, связанные с пропагандой раздельного сбора мусора. И мы надеемся вместе с губернатором, что к концу пятилетки, обозначенной как период отчета, мы решим эту проблему. Одно из приоритетных направлений в области – развитие образования. Об этом мы расскажем вам в следующих выпусках программы «Городские вести». Сергей Григорьев, Ольга Скрябина, Дмитрий Корунов и Антон Карташов для программы «Городские вести».